Ивановский драматический театр не остается в стороне от предстоящего Дня Победы. Этому празднику посвящен показ спектакля «Живи и помни» в одноименной повести Валентина Распутина. Сейчас в театре полным ходом идут репетиции. За подготовкой наблюдает Алексей Ларичев, художественный руководитель Ивановского театра драмы. На эту должность его назначили совсем недавно. Я знаком с Ивановским театром, потому что делал спектакль здесь, по-моему, лет пять назад. И когда мне позвонила ваш новый директор Елена Владимировна, я дал предварительное добро на встречу, на разговор. Разговор состоялся, и я здесь. «Живи и помни» – это спектакль, который появился в Ивановском театре благодаря грандовой поддержке Министерства культуры России. Драма в постановке московского режиссера Татьяны Ворониной предназначена прежде всего для молодежи. Мы много лет уже этот момент упустили, и многие просто не знают, что то, что была война, может быть, и знают. А кто победил, в результате, в общем, уже и сомневаются. В наше время не сомневались. Повесть Валентина Распутина рассказывает о жизни простых людей, которых не обошла стороной Великая Отечественная война. Для кого-то победа обернулась возвращением любимых с фронта, а для кого-то стала неусполнимой потерей родных и близких. Матери не дождались сыновей, жены, мужей. «С чему ты на меня уставилась? Не мог бы поразиться живым остаться! Наклепал и мятишек, и смерть у храбрых! А мне чего с его храбростью делать? Их что ли кормить? Кто меня теперь возьмет с этим табором? А мне всего лишь 27, и все отжила? За пропадение! Все пропадали!» На сцене воссоздан образ небольшой, небогатой деревеньки. Измученный голодом народ бережет с ней до лучших времен для встречи героев фронтовиков или поминок. Кому что на роду написано. Для воссоздания атмосферы тех лет реквизиторами тщательно подбирались предметы военных лет. Вещь, мешки, котелки, чугунки. Хлеб и лук, которыми закусывают артисты, настоящие. Картофель в мундире тоже. Его отваривают каждому спектаклю. А вместо самогонки, конечно, вода. Мне эта повесть близка, потому что я прожила в Сибири 40 лет. Распутина я знала. И когда вышла повесть «Живи и помни», мы ее, конечно, на самой первой. Там писательские конференции были, встречались все. Ну, реквизит подобран весь. И керосиновые лампы, и старались как-то лодку, вот эта ангара там. Ну, как могли, так старались. Главная героиня Настена дождалась возвращения своего мужа с войны. Вот только поделиться радостью этой она ни с кем не может. Оказалось, что супруг ее предатель. Из госпиталя он самовольно отправился домой, а не в часть. Война кончится, может, простят. Да нет, Настена, за такое не прощаюсь. За такое, если бы можно было расстреливать, потом сызнова поднимать, расстреливали бы по три раза, чтобы другим неповадно было. Да я ведь думал. Я ведь думал ненадолго. Увижу тебя, покаюсь, чтобы извергам памяти не оставаться, и головой сугроб, а зверушки подберут, почистят. Ты чего, Андрей? Давно, мне кажется, здесь не было у нас в театре такого произведения. Оно отличается, конечно, от ряда постановок. То есть комедии какие-то. Произведение, я считаю, что оно не на потребу. Вот там посмеяться, больше подумать, конечно же. Тема, я думаю, что касается очень многих этого спектакля. Тема любви. Сразу скажу, война – это немножко другое. Здесь больше история, конечно, двух людей, Настена и Андрея. История их любви. Режиссер спектакля Татьяна Воронина несколько месяцев провела в творческой экспедиции на Нагаре, чтобы тщательно изучить материал, познакомиться с теми местами, где разворачиваются действия повести и проникнуться их атмосферой. «Живи и помни» – это история любви и прощения двух людей, между которыми встала война.